Наша власть работает. На сегодняшний день этот тезис не требует доказательств, поскольку по всему Бессарабскому краю наблюдается огромное количество позитивных изменений. Тех изменений, которые выводят качество жизни нашей громады на новый, более высокий уровень. Изменения происходят, но и время не стоит на месте. А это значит, что на смену старым проблемам приходят новые, и их тоже необходимо решать. Народный депутат Украины Виталий Барвиненко совместно с районным руководством в рамках рабочей поездки по Белгороднестровскому району посетил село Андреевка для того, чтобы выяснить, что беспокоит сельчан. В сентябре этого года селу исполняется 120 лет. И как подчеркивает сельский голова, такой активной и продуктивной работы, как за последние несколько лет, в этом районе еще не было. Масштаб районный и вообще областной я не встречал. И работу вообще депутатов, вообще депутатов. Это в истории всех, сколько прошло выборов, сколько прошло вот этих катавасий. Это первый раз вот такие вот, я вижу, плодотворные работы самих депутатов. Сельский голова с радостью отмечает те позитивные изменения, которые стали возможны только благодаря проекту «Народный бюджет». У нас два детских сада, капитальный ремонт кровли крыши. Мягкая по Андреевскому детскому садику, Рябинушка и Вишенка по селу Роскошным. Значит, в Андреевке на 46 300 гривен. На Роскошным – 42 700. И планируется у нас ночное освещение на 150 тысяч, 100 тысяч с районов бюджета, 50 тысяч нашей. А говорить действительно есть о чём. Последний раз строительные работы в дошкольных заведениях проводились как раз во время стройки, а построили их 34 года назад. Благодаря социальной инициативе губернатора Одесской области «Народный бюджет» и контролю за ходом реализации поставленных громадой задач народным депутатам Украины Виталия Барвиненко, проблемы инфраструктуры снимаются с повестки дня. На сегодняшний день сельчане обеспокоены другими, не менее важными вопросами. Когда-то наше хозяйство, например, вы знаете, мы отдали своё здоровье, возраст, как говорится, и так далее. Я, например, работал 45 лет. И почему-то в выпозе, в Анчаровке, люди имеют 8-12 гектаров, нам же по закону не положено ничего. Нам говорят, вы и так много получаете. Один из руководителей нашей бывшей сказал. Андреевка – это особенное село. Дело в том, что сельчане не имеют тех земельных паёв, которые есть у всех жителей окружающих сёл. У нас есть в Украине позитивные примеры распоевания государственных семеноводческих хозяйств. То есть это не будет какой-то наука, которая должна начать с нового. У нас есть ситуация и по Киевской области, по Мироновскому району, где были распоёваны два элисимхоза. У нас есть по Депропетровской области эти примеры. Сейчас, насколько я знаю, стоит вопрос, уже там, наверное, полпути пройденного в Одесской области, село Щербанка, Розелинянского района, там, до Северного государства Суворова. То есть, на самом деле, эти проблемы, они, есть прецедент их решения. Безусловно, есть такие проблемы, решить которые можно только объединившись. Именно поэтому так важно взаимодействие громады и представителей власти.